Повышение качества жизни казахстанцев – одна из ключевых задач государства. Реализовать ее призвана в том числе и повсеместная цифровизация. В республике в цифровой формат переводится «оказание государственных услуг». Цифра ускоряет жизнь и повышает ее качество. Один из примеров того, как высокие технологии способны это сделать, город Акольблис, Астаны. На цифру его перевели полностью. Территория покрыта сетью 4G. Искусственный интеллект там уже помог найти несколько причинно-следственных связей, возникновения проблемы и подсказать пути ее решения. Сегодня полностью цифровизированный город показали президенту. Назамгуль Кумаспаева знает, как Нурсултан Назарбаев оценил цифру. Аколь расположен на берегу одноименного озера в 100 километрах к северу от Астаны. По поручению главы государства, город стал первым в Казахстане полностью умным городом. Цифровые технологии доступны для всех 14 тысяч человек. В главе государства показали специализированное здание, где размещено серверное и сетевое оборудование. Сердце умного города. Также президент посетил еще один важный объект – цифровой мозг. Ситуационный центр проекта «Смарт Аколь». Часто многие спрашивают, что из себя представляет эта умная квартира. Она начинается с модема. Первое, чем мы пришли, мы пришли с модемом. Домой поставили интернет. После этого возникла потребность всем видеокамерам. Люди начали думать о безопасности. В ситуационный центр поступают данные со всех городских подсистем. На большом экране в деталях показано, как срабатывают датчики, если в помещении начался пожар. Датчики дыма. Вот сейчас датчик дыма. Мы можем показать, как она работает. Когда идет задымление, она сразу приходит к вам на сотовый телефон. Контроль температуры. Контроль отопления. В домах жители все приборы учета бесплатно заменили на умные. Их же связали в единую систему. Всего в городе почти 5000 счетчиков воды и 6000 электроэнергии. На экране можно увидеть объем потребления жителями города электроэнергии, тепла и воды. Мы зашли в каждую квартиру, в каждый дом города Коля. Заменили там все счетчики воды и света на умные. Если раньше все велось на бумаге... И вот этот частный сектор одноэтажный тоже зашли? Да. Все дома и все квартиры. Сколько домов в городе? 6000 всего домов. Из них 90 многоквартирных. 6000. 6000 из них 90. Остальные одноэтажные частные. И если строить в городах, таким же путем надо идти. Во все квартиры надо зайти. А на улицах, в подъездах, школах и больницах установили камеры интеллектуального видеонаблюдения. Камеры уже помогли полицейским оперативно найти нарушителей общественного порядка. Наши специалисты обучили все видеокамеры в городе автоматически определять драку, массовое скопление людей, оставленные без присмотра вещи, нарушение правил дорожного движения. Мы добавили возможность автоматического определения оружия. Город полностью покрыт сетью 4G. С нуля создана цифровая 3D-карта. А вместо старых ламп в Акуле установили 250 светильников уличного освещения с возможностью затемнения. Которые в нужный момент включаются и выключаются. Это позволило сэкономить городу на оплате электроэнергии в три раза. Также в городе установили теплые остановочные павильоны и умные беседки, где в летнее время можно зарядить телефон. В Акуле смонтировали и системы контроля экологической обстановки, датчики определения дыма, общественный транспорт и автомобили государственных органов оснастили GPS-маячками. Все плюсы цифровизации ощутили и местные жители, которые с удовольствием пользуются новыми возможностями. Я являюсь коренным жителем города Акуль. Я здесь родился, вырос, ну и на протяжении всей жизни проживаю. За последние несколько лет он кардинально изменился. Для нас было это, конечно, такой приятной неожиданностью пришли, сказали, мы меняем вам счетчики. Совершенно бесплатно заменили счетчики, заменили подвод к дому электроэнергии. Мы не заплатили ни копейки. Полностью цифровизировать город решили, во-первых, из-за близости к столице, небольшого количества жителей, наличия необходимой инфраструктуры, доступности, защищенных каналов связи и наличия защищенных центров обработки данных. Статистически в Акуле зафиксирован главный фактор смертности – это пневмония. Мы решили проанализировать эту ситуацию, выявили, что заболеваемость пневмонией… Здесь, в городе? В Акуле, да. Увеличивается при понижении температуры в домах. Соответственно, растет количество обращений к врачам. То есть здесь была сопоставлена температура в домах и обращение к врачам. Кроме того, при наступлении холодов повышается и содержание углекислого газа в воздухе. На слайде красным отмечены дни резкого похолодания и ухудшения воздуха. То есть основные факторы легочных заболеваний – переохлаждение и качество воздуха напрямую связаны с температурой. В городе создали цифровую экосистему, которой стали доступны данные, к примеру, коммунальных служб. Раньше недоступны даже госорганам. Это и позволяет решать целый массив задач по управлению городом. Это не контроль, это не наблюдение или какой-то механизм, скажем так, какого-то контроля. Это механизм анализа. То есть если есть какие-то проблемы, например, с отоплением, значит резко возрастает потребление электроэнергии. То есть зачем доводить до кризисной ситуации? Ну то есть, например, какие-то проблемы с энергетикой могут случиться в электросетях. Лучше заранее это предусмотреть. Видим, что идет рост, соответственно, принимается решение, там быстро восстанавливаются, какие-то альтернативные системы запускаются. И, соответственно, восстанавливается базовая система. Это очень важно для того, чтобы все-таки, наоборот, наладить и обеспечить комфортные условия существования граждан в городах. Опыт этого пилотного проекта, который был реализован по поручению главы государства, будет использован и в других городах страны. Отмечая важность проведенной работы, президент Казахстана подчеркнул, что реализуемые проекты цифровизации ориентированы в первую очередь на повышение качества жизни, создание комфортной и безопасной среды для граждан. Я поручал провести здесь пилотный проект. Во-первых, надо людей учить, правильно, как этим управлять. Для этого Ахвы очень удачная точка. Наша задача – это сделать по всему Казахстану. И все эти данные будут в одном месте, допустим, в столице, в Астане, да? И можно управленческие решения принимать, анализируя всю ситуацию по Казахстану. Какие-то экстренные ситуации происходят, как принимать немедленные решения какие-то, стратегические решения, решения местного значения. Поэтому в правительстве поручение такое будет, специальная группа отработает. Я думаю, что это стоит затрат, и на это надо идти, и надо делать. Мы недавно, я подробно слушал искусственный интеллект наших хороших соседей, как они это делают, и как они нам предлагают это проводить. И это придет сюда, и будем надеяться, что мы не отстанем от всех других. В завершении президенту презентовали центр анализа и расследования кибератак, который обеспечивает безопасность инфраструктуры умного города. ЦАРК – одна из ведущих организаций в области информационной и технической безопасности в Казахстане. Специалисты компании презентовали главе государства скоростной IP-шифратор, который разработан специально для этого проекта. Завершенный пилотный проект, который реализован по поручению главы государства, охватывает все сферы жизнедеятельности города. Глава государства всегда подчеркивает, что цифровой Казахстан – это будущее страны. Потому как, во-первых, создание умных городов позволит повысить конкурентноспособность государства. Во-вторых, качество жизни и благосостояние каждого жителя страны. Назым Гулькум Испаева, Азамат Салметов, Ержан Канапиоле, Айдос Янтибеков, Хосину Маркулов и Алмасу Маргалеев. При поддержке телерадиокомплекса президента. Итоги дня.